Вы смотрите отзыв об отеле Donabias Health Spa Resort Sarvar. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Вуччи, который был в нем в 2018 году. Марк, Шарвар, отель Donabias Health Spa Resort Sarvar. Несколько весенних марковских дней 2018 года мы решили провести в Венгрии. Сначала в незнакомом отеле Donabias в Шарваре, потом в любимом Будапеште, также в отеле сети Donabias. Было интересно сравнить отель Шарвара с Будапештским эгрантом, Хелс Спа и Хеллией, которые уже нам знакомы. Для тех, кто не знает систему отелей Donabias, пишу, что многие из отелей этой сети имеют зоны спа с термальной водой. Термальная вода имеет разный химический состав и разные показания к использованию. В основном, это заболевание опорно-двигательного аппарата. По купальням Венгрии есть хороший сайт для ориентировки. Городок Шарвар находится на северо-западе Венгрии, от Вены в 120 километрах, от Будапешта в 200 километрах. Подбирая место отдыха, я искала, куда можно съездить поглазеть на местные достопримечательности. Из Шарвара наметился Кёсик, Сомбат Хикест Хигворец плюс увидеть Балатон и крепость Шумик. Поездки получились. Венгерская глубинка, а может это и не глубинка вовсе, поскольку близехонька Австрия оказалась яркой и интересной. Итак, о дороге из Будапешта в Шарвар. Москва-Будапешт, ничего необычного. А Квизэйр, билеты куплены за 11 месяцев. Визэйр вообще тема отдельная, она на форуме есть. Кто заинтересуется, заходите, там много информации. Сайт авиакомпании. Прилетели мы достаточно поздно для того, чтобы рыпаться на поезд. Предстояла ночь в гостевом доме Байэндбай. Несколько слов о нем обязательно надо сказать. Байэндбай. Гостевой дом или пансион, но не хостел, как его кто-то назвал в отзыве, нам понравился. В пользу него говорила близость к вокзалу Дели, с которого поезд Шарвар. Обещание удобной кровати, чистоты и голосуя обеими руками за, в описании значился включенный завтрак с хорошим кофе. Фото я не делала, некогда. На букинге все есть. Ресепшн работает до 21 часа ровно, поскольку прилет был в 21 час 05 минут, а в отель мы приехали около 22, нас никто не встречал. У входа в отель кучковалась компания непрезентабельного вида, абсолютно тихая и безопасная. Бомжи в Будапеште есть, это факт. Тихие и не мешающие жизни, это тоже факт. Просто пройдите мимо. Заранее списавшись с отелем о позднем времени приезда. Это условия при бронировании, мы получили код от двух входных дверей. Легко зашли, вздохнули по поводу лестницы и поднялись на этаж. Номер чистый, с хорошей сантехникой, маленький, удобный. Двери всех номеров выходят в зону для завтраков. В общем зале столики и стойка с закусками, соком, кофемашиной и чайником. Все номера были заняты. В общей кухне, гостиной, мягкий приглушенный свет и никого. Постояльцы вели себя, как мышки и мы, прогромыхав чемоданами по ступенькам в отсутствие и всякого присутствия лифта, зашептали и превратились в тени. На стойке в вазе лежали круассаны, яблоки, чайник был горячий. Чашки, в закрытой полочке со стеклянной дверцей над стойкой, тарелки, как выяснилось утром, в кухонном столе. Кровать. Мечта туриста после дальней дороги. Кровать была прекрасна. Подушки удобны. Сон крепкий и сладкий, прямо как чай. Утром, выйдя к завтраку, увидели других гостей отеля. Англичане и австрийцы. Спокойные и тихие. Возраст 25-50. Бородатый приветливый парень прокурлыкал что-то про ЭГД, я хивнула и ез, надеясь на яичницу через 3 минуты, вуаля. Омлет подан. Сыр, колбаска, выпечка, масло и вкусный кофе, а небо. Мы в отпуске. И в этом отпуске плюс 10 по Цельсию и солнце. Пошлепали искать обменник. Нашли на площади сель Кальман территория, где ходят трамваи, работает с 900. Надо было купить два раза в билетика на общественный транспорт, чтобы доехать до вокзала деле. У метро Сель-Кальман территория есть автоматы по продаже билетов. Русский язык есть. Автоматы капризны, любят только нежные прикосновения пальчиком, при сильном тыркании не работают. Купили два билета, вывалились четыре бумажки. Только просвещенный поймет, что из них есть чек, а что билет, который надо компостировать. Спросили у девушки на остановке. Так она тоже не на раз сообразила, рассматривала их. Выяснили, что тот, что с цейфиками по кругу, надо совать в компостер. Доехать от Бай-энд-Бай до вокзала деле можно на трамвае 17 и 56, от остановки рядом с ПЦ Мамут, выходить на второй остановке. От Бай-энд-Бай идти к остановке у Мамута очень удобно, под горку, чемоданы сами катились. На остановке деле, подземный переход и далее по пандусу можно докатить чемодан к метро и вокзалу. Тут со мной случился казус. Оставив мужа внизу с чемоданами, опять же жлестницы, идти их мать, идут к кассам и поездам. И не пойдя как добрый обыватель, к кассе автоматом утыкаюсь в автомат по продаже билетов. Гордая утренней победой над капризным селькальмановским автоматом, начинаю радостно покупать билеты в шарвар. Русского языка нет, но есть английский. Тычу пальцами, пока все понятно. Потом появляется окошко, где виды билетов и что-то как-то много всего понаписано. И разбираться страсть как неохота, потому что муж внизу, наверное, уже рвет и мечет. А прерывать процесс покупки тоже скучно. По аналогии со знакомыми сайтами ЖД и Музе, где первым всегда стоит билет за полную стоимость, тыкаю в верхнюю кнопку. Немного снутило, что цена на один билет чуть ниже, чем я помню. Должно быть 4015 форентов, а тут 37-х, около 4-х. Покупка прошла мгновенно. Бегу к мужу вниз, а уж и не надо, стащил чемоданы наверх и готов кусаться. А тут я здравствуйте. С билетами. Молодца. Нашли поезд. И ведь не сразу. Стоят несколько электричек. Какая наша, не подозреваем, даже спросим у служащего. Шарвар. Машет рукой налево, туда идите. Да, и думаю, на маленьком табло у пути проверю. Шарвар написано у другой электрички. Опять спрашиваем, у мужчины, похожим на контролера, который прохаживается вдоль этого поезда. Он говорит, да-да, это на шарвар. Ну вот, хорошо, что проверили. Мужчина, темненький, худенький, симпатичный, оказался и вправду контролером с нашего поезда. Пришел, проверил, правильно ли мы сели, так как в шарвар надо было в определенные вагоны садиться. Так он проверил, не ушли ли мы в неправильный вагон. Хороший такой дядя. И когда он пришел проверять наши билеты, мы плохого-то не ждали. И слово проспекта облем маленько озадачило. Короче, купила я не те билеты. Пришлось доплатить немного, в сумме получилось подороже, чем если бы в кассе взяли билеты, но не страшно. А вот спешка нужна в двух случаях, как говорилось в старом фильме. При ловле блох и при поносе. И первого не было, и второго удалось избежать. Но теперь билеты буду покупать медленно. Электричка комфортная, с туалетом. Народу ехало мало, в понедельник. До шарвара ехать 2 часа 55 минут. Билеты проверяют постоянно, у каждого нового пассажира. Контролер один и тот же, едет от начала до конца. Чемоданы в проход ставить нельзя, это строго. Либо наверх на полку, либо в тамбур. Некоторые люди ставили большие сумки и рюкзаки на свободное сиденье рядом. В шарваре у вокзала есть стоянка такси, рекомендую воспользоваться. Городок небольшой, но пешком идти от вокзала далековато, до отеля больше километра. Проезд на такси 1200 форентов, 4 евро. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.